Третьего марта на должность главы администрации Ноябрьска был назначен Алексей Романов. О себе и своих планах журналистам городских СМИ Алексей Викторович готов рассказать в неформальной обстановке. Мы знаем о судьбе банка Старбанка, мы знаем о тех очередях, которые возле него, об этих записях. Скажите, пожалуйста, появились слухи о том, что еще подобная судьба ждет еще два банка у нас в городе. Это на самом деле так или нет? У меня такой информации нет, все-таки опираться на слухи мы не можем в своей работе. А то, что мы проведем обязательное совещание на следующей неделе с банкирами нашего города, это я вам обещаю, мы сделаем, чтобы либо рассветить, либо подтвердить, и там уже принимать решение в зависимости от той информации, которую получим. Что касается непосредственно людей, вкладчиков, кто обслуживался в Старбанке, я разговаривал с администрацией банка, и, ну, конечно, они подтвердили, что это произошло, отзыв в лицензии с Центральным банком был осуществлен. Тем не менее, банк входил в систему агентства страхования вкладов, у кого вклады не превышают миллион четыреста, они их начнут получать с первого апреля, то есть, соответственно, по истечении двух недель, как то предписано законодательством. С остальными вкладчиками, конечно, будет идти работа, опять же, через тот банк, который будет определен Центральным банком, и выдавать деньги вкладчикам. Поэтому, ну... То есть, будет распродаваться имущество банка, у кого больше миллиона четыреста, и тему будут разрушиться деньги? Деньги будут не за счет имущества банка, они будут за счет денежных средств, агентства, они будут как раз тех взносов, которые банки, да, при осуществлении своей банковской деятельности производят, то есть, за счет этих денег и будут просуществляться выплаты. Я тебе говорю, у кого больше миллиона четыреста. У кого больше, да, совершенно точно. Там есть определенная процедура, ее не сбежать, все прописано законом. Вот, и здесь, конечно, люди должны сами определять, в каком банке обслуживаться, потому что определенные рынки и риски есть, да. Это как мы идем в парикмахерскую. Нас могут хорошо постричь или не очень, это наш выбор, да. То есть, мы же все равно проводим какое-то, ну, так скажем, да, исследование и думаем, куда пойти или нет. Здесь еще трагедия в том, что 40 человек, коллектив Старбанка, люди на улице окажутся. Да, сегодня мы видим, не один банк уже, к сожалению, провел оптимизацию, да, сокращение штатов. Вот, банковская сфера, она достаточно специфична, да. То есть, конечно, там люди работают, профессионалы, люди ответственные, потому что это работают с чужими деньгами, это ответственность, в том числе уголовная, да. Вот такая латентная, да, постоянно присутствующая. Поэтому вот здесь еще задача людям помочь с удоустройством. Вот, ну, будем думать. Непростые времена экономические у нас, конечно, поэтому надо смотреть. В продолжении этих же непростых экономических времен, не кажется ли вам, вы имеете достаточно хорошее экономическое образование, что в целом по стране идет тенденция к тому, что останется несколько крупных банков, а вот эти все мелкие, они, в принципе, просто уйдут. И это политика государства для того, чтобы укропнить крупные банки, да, а мелкие, чтобы они, в принципе, прекратили существование. Возможно, я ошибаюсь, но вот такие рассуждения, как бы, уже бытуют. Ну, вы знаете, в принципе, и тот тренд, который центральный банк, да, и, понятно, они без участия правительства выбрал, говорит о том, что число банков оптимизируется, сокращается. Но и в этом есть разумная доля, понимаете, потому что не секрет, что были маленькие банки, и раньше для уставного капитала требовалась незначительная сумма, да, вывесил красивое название и начал привлекать людей с сумасшедшими ставками, порой совершенно необоснованными, да. Люди, мы понимаем, что не всегда от хорошей жизни идут там, где высокий депозит, да, там, где, казалось бы, льготные условия кэдитования прописаны мелким шрифтом, да, а потом мы получаем очень такой серьезный выхлоп негативный, да, в виде обманутых донщиков, да, в виде людей, которые вынуждены продать все, что угодно, лишь бы вернуть, да, по драконовским ставкам проценты, и поэтому кредиты, и поэтому, конечно, здесь есть разумная политика центрального банка, да, то есть сделать такие серьезные, жесткие условия, достаточно, поверьте, они и так очень жесткие, вот, чтобы отсеять, что называется, ненужное, да, и ставить именно тех, кто должен и может работать и обслуживать нас, да, потому что без банковской системы, ну, это артерии, это артерии, да, это аккумулирование денежных средств, то есть, да, это привлечение, значит, активных, пассивных, пассивов, да, то есть вкладов, ресурсов, организаций, да, то есть расчет на кассу, обслуживание, ценные бумаги и размещение активов, да, то есть как раз в первую очередь кэдитования, без этого, ну, экономика просто вся остановится, поэтому часть банков, конечно, уходится, ушла, и часть еще уйдет, наверняка, конечно, мы это увидим с вами, но останутся сильные, будут работать те, кто, кого определил, да, кого аккредитовал центральный банк, они будут работать. Ну, мы вот как бы основную повестку дня в большей степени, наверное, то, что было архиважно на сегодня, обсудили. Хотелось бы все-таки вернуться, наверное, к тому, что вы в Ноябрьске гость, но уже можем называть себя, в принципе, таким же горожанином, как и мы все. В чем, на ваш взгляд, харизма Ноябрьска? Харизма Ноябрьска? Мы знаем, да, это же как Божья милость, да, то есть харизма с греческого переводится. Знаете, сам ищу ответ на этот вопрос. Пока еще нет. Я спрашиваю людей, вот честно, да, то есть спрашиваю, я общался в округе недавно. Знаете, вот Ноябрьск, во-первых, место расположения географическое, да, то есть он действительно, это юг, юг Ямалнеевского автономного округа, соседство с Ханты-Массийским автономным округом, да, и ветер, так скажем, с Хантов мы чувствуем, да, то есть присутствие. Если хотите, это где-то, наверное, дух бунтарский. Это тоже есть. Это многие отмечения. Долгие годы славились. Понимаете, да, а это есть, это, понимаете, в конце концов, да, рожденные тогда и название города Ноябрьс, да, то есть это там Скорпион, то есть это такой знак, да, зодиак. Вот. Это, конечно же, да, то есть это нефть, да, то есть там Хамагурское месторождение, то, что пришли, да, то, что открыли, да, там, экспедиция, да, возле огородила. Конечно, вот, наверное, это все составляет все вместе. И гордость ноябрян за свой город, да, то есть то, что, да, добытчики, то, что город заселен людьми, которые неравнодушны, да, которые активны, говорят смело все, что думают. Это очень важно, это очень интересно. Поверьте мне, не пустые слова. Я захожу, типично я посмотрю, смотрю, нетипичный, да, потому что одно дело, когда ты представляешься, да, и люди могут, возможно, с какой-то цензурой, подбирая слова, да, формулируя свои мысли, общаться, а другое дело, когда ты заходишь и видишь то, что истинно, да, люди думают, то, что спрашивают. Поэтому вот, понимаете, даже в названии улиц в городе, вот улицы Высоцкого нету больше ни на одном, ни в одном городе Ямала, понимаете, причем, что интересно, совершенно точно, вы понимаете, да, ведь это же бунтарь, да, совершенно точно. Вот на днях поймал на мысль, что нету памятника Высоцкому, слышал, что хотели поставить. Не знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь, и мы будем спрашивать людей, да, и когда-нибудь, уверен, мы к этому придем. Ведь перекресток дорог, да, посмотрите, улица Советская и улица Высоцкого, вы понимаете, да, то есть Советский Союз, да, и вот гений, да, Владимир Семенович Высоцкий, вот там как раз где-то и нужно памятник ставить, понимаете. То есть вот поэтому очень хороший город, очень интересный город, красивый город. Когда-то он занял, да, был лауреатом, иллюминатом, по-моему, да, там в числе самых благотворных городов, понимаете, да, там, поэтому очень хотелось бы это повторить. Вы же работали главой поселка Оренгой, да, сейчас Вы глава города Ноябрьская. Одна и та же должность, но, мне кажется, объем работы и проблемы совершенно разные или нет? Похожи, поверьте мне, похожи. Часть, часть похожа, часть, у некоторых вопросов, конечно, именно ноябрьская такая, да, что называется, тематика. Ну, пример простой, благоустройство фонтан. То же самое в поселке Оренгой, да, был фонтан, он функционировал, но не введен был в эксплуатацию, летом нужно было сделать определенные работы ремонтные, запустили. У нас в Ноябрьске такая же похожая ситуация с фонтаном, причем были противники, говорили, что это дорого, что это не нужно, вот, понимаете. Знаете, вопрос аварийных домов присутствует везде на Ямале, и в Оренгой, да, и у нас в Ноябрьске. Понимаете, поэтому вопросы, как пул вопросов, он похож. Похож. Это аварийное жилье, это работа, это невысокие зарплатные платы, да, это отсутствие, так скажем, комфортной среды, не всегда объективна, на мой взгляд, да, такая оценка. Ну и, а какие-то, да, вопросы именно есть, вот, которые касаются непосредственно на Ябрьске. А фонтан-то можно, чтобы работал не два месяца, а три? Более того, понимаете, мы пошли немножко дальше. Сколько людей-то гуляет вот за ним с колясками, мамочки? В Оренгой купили зимний фонтан световой, светодиодный, и просто на месте фонтана, на чаши, да, то есть ставили просто его на зиму, поэтому он зимой светодиодный фонтан, да, то есть, а летом работает такой фонтан. Одно из решений. Если поддержат горожане, мы сделаем так же у нас на Ябрьске. Вы провели колоссальную там работу, в том числе и по аварийному жилью работали, и по благоустройству города, но есть, как сказать, такие моменты, которые самые, да, исключительно ваши, не командные, а вот именно ваши. Вы бы могли сейчас такое назвать, если нет, у кого нет? Я все-таки, наверное, себя не буду отделять от людей, которые реально работали. Помните, один в поле не воин. То есть, конечно, сделали многое, но я не думаю, что сейчас есть необходимость перечислять то, что сделали, да, потому что, опять же, то, что сделано для поселка, допустим, это искусственный лет мы смогли сделать, да, для хоккейной команды, которая в первых числах апреля будет отмечать 30 лет хоккейная школа, да, то есть, хоккейная клубка, геолог, детская, юношко-спортивная школа. То есть, это сделали путем именно привлечения спонсоров, газовиков, все нефтегазпром, предприятия, то есть, активно включилась в эту работу, там, ну, запустили также процесс переселения из ветхого аварийного жилья, но это, опять же, понимаете, это не один я. Командная заслана? Конечно, совершенно точно, понимаете, причем это не только администрация, это люди, это предприниматели. Поверьте мне, если с людьми выстроить диалог честный, открытый, да, и когда есть понимание, что та помощь, которую они оказывают, идет на конкретные цели, на благие, люди сами идут навстречу. Понимаете, я даже где-то сам не ожидал и не был готов к тому, что вот так предприниматели, которые не всегда хорошо себя чувствуют, и мы говорим о мелких предпринимателях, понимаете, да, где там оборот, там, не знаю, там, 50-100 тысяч в месяц порой, и тем не менее люди находили возможность где-то оказаться, да, оказать помощь муниципалитету. Для самих же себя, для своих семей, да, для своих детей, для своих соседей. Вот, наверное, вот это. Самое главное, понимаете, это Уренгос же тоже непростой поселок, да, то есть когда-то некто славный, да, некогда легендарный, да, поселок геологов, и то, что сегодня правительство ИНАО уделяет большое значение, да, именно профессии геолог, понимаете, все начинается же с них, да, это романтики, да, это люди, которые, извините меня, с людзаком, да, и вперед, да, то есть искать и месторождения, да, угадывать, да, то есть пытаться найти то, что земля, да, наша ямальская, да, в себе держит и, возможно, для нас держала, да, поэтому поселок вот когда-то был легендарный, потом переживал непростые времена, я знаю, что у Ноябрьска тоже это было, массовое сокращение, массовое сокращение, тысячами людей, да, я про это знаю. И то, что сегодня в Ноябрьске не самая высокая зарплата, средняя по Ямалу, это тоже есть. Покупательная способность у населения города, она пониже, чем у того же Новорингой. Поэтому есть где работать, конечно, и вот именно заслужить доверие горожан, что честно, открыто и во благо города, ну это, наверное, это будет большая победа, самое главное, если это получится, конечно. Но время покажет. Еще минутку уточним, просто вот когда вы принимаете решение, вы все-таки чем руководствуетесь, интуицией либо фактами? И то, и то. Иногда бывает фактов нет, тогда интуиция. Понимаете, это первая заповедь в любом учебнике по менеджменту. Любое решение менеджера, оно может быть неправильным, потому что неизвестно, как бы пошел бы, да, эффект бабочки, да, как бы выстроилась, да, череда событий, если было принято другое решение. То есть вот это как раз и та ответственность, за которую нам платят заработную плату, если хотите. То, о чем я говорю со своими коллегами, со своими заместителями, с руководителями тех или иных структурных подразделений, это ответственность, что в определенную минуту, да, нужно принять решение, и не всегда у тебя есть факты, да, там как раз и работает интуиция. Но в большинстве своем, конечно, в начале анализ ситуации, то есть, да, это разговор с теми, кто должен быть, так называем, да, с участниками тех или иных событий, а потом уже принимаешь решение. А интуиция-то не подводит никогда? Как правило, как правило, работает. Понятно. Вы пришли главой администрации на обыск, ну, сложное время, кризисное время, мы все это знаем, и всем стало жить, мне кажется, хуже, чем раньше. В первую очередь, как считаете, что сегодня нужно делать в городе? Какие проблемы в первую очередь решать? Ну, проблема-то у нас первоочередная, это же аварийное жилье, мы от этого никуда идти не можем. Мы сегодня по жилищному кодексу обязаны людей вне очереди переселять из жилья, непригодного для проживания, то есть там, где есть угроза для жизни и здоровья. А у нас таких домов очень много. Причем мы их признаем очень серьезными, такими большими, если хотите, обоймами, да, и темпы строительства жилья, конечно, нам большую часть вопросов позволит снять по аварийному жилью, но оно останется. И тут мы как раз и искать другие должны механизмы. Предоставление участков бесплатно, без конкурсов для того же жилищно-гражданского кооператива. Сегодня такие институты есть, да, форумы. У нас просто в городе нет ни одного такого кооператива. То есть мы готовы предоставить участки, чтобы люди сами собирались, организовывались и строили. Чтобы мы сегодня должны активизировать работу по предоставлению участков для многодетных. То есть вот аварийное жилье – это первое, конечно. А дальше уже пол этих вопросов, понимаете, он схож со всеми остальными. Чудесных каких-то решений, понятно, у меня нет. Да, то есть сейчас нужно до конца сформировать команду. Да, то есть найти тех профессионалов, как я считаю, да, чтобы они могли стать рядом и работать во благо города. То есть, да, принимать громадные решения, да. То есть именно на злобу дня. А то, что кризис, понимаете, как сказать, кризис в это же время возможностей, да. Ну да, понятно, да. То есть сегодня углеводородный стоит поменьше. Мне кажется, что это выражение, оно просто для самого успокоения. Нет, уверяю вас, нет. Понимаете, то есть можно, опять же, по-разному относиться к ситуации. Стакан пустой, да, стукан полный, мы знаем, да. Поэтому здесь, понимаете, я встречался недавно с одним предпринимателем. Буквально позавчера. Он говорит, вы знаете, до недавнего времени, до вчерашнего дня у меня такое сложилось настроение продать бизнес, уехать. Понимаете? Но человек съездил в один город по соседству. Посмотрел. И говорит, даже не то, что сравнил, зарядился энергией. Вы понимаете, да. Приехал, вот мы с ним встретились. Он говорит, я вот сейчас я вижу, я вот встрепенулся, понимаете, зарядился. Да, человек хочет полностью отформатировать свой бизнес, да, перенастроить его, да, и, так скажем, другое направление выбрать для бизнеса. Разговаривал с одним из серьезных застройщиков в нашем городе. Люди, несмотря ни на что, вкладывают деньги в производство именно сырьевой базы, да, то есть там стройматериалы, линии покупают. Люди развиваются. Понимаете, вчера была встреча, приезжал человек, хотят, уже сделали предложение, они у нас были в городе, по тому же строительству завода по переработке твердых бытовых обходов, да, утилизации и сортировки. Я уверен, что мы сможем поддержать эту тему, потому что сами мы закопались в полигонах. Понимаете, поэтому, несмотря ни на что, процесс идет. Просто нужно что-то убрать лишнее, да, то есть нужно всегда уметь делить срочное и важное, понимаете. Вот этот опыт у нас существует на Ямале по переработке твердых бытовых отходов? Уже есть, в Таркасале уже есть. То есть можно по ней у нас реализовать? Уже есть, конечно. Об этом мы разговаривали очень часто и никак чуть не получается. Работает, понимаете, это уже работает. Более того, люди приходят и говорят, пустите, мы хотим работать. Мы у вас деньги не просим, мы сами завод построим. Вы понимаете? Почему, говорю же, да, почему и мы говорим, когда о нерасторопности иногда своих коллег, понимаете, уже вышло несколько статей, да, было несколько комментариев. Я бы хотел с особой осторожностью и тщательностью, понимаете, сказать, что не упреки коллегам своим, да, и не критика. Сделано очень многое. Город говорит сам за себя, понимаете. Просто есть моменты, когда нужно отойти от регламентов рассмотрения бумаги 30 дней, да, а решить этот вопрос за 5 дней, за 7 дней. Понимаете, у нас очень серьезный вопрос по коэффициенту застройки, например, да, 25 процентов, а предприниматели говорят, мы хотим свои деньги вложить в бизнес, заботу расширить, понимаете. А это самое главное. Об этом губернатор говорит. Дайте человеку землю, дайте человеку, да, участок он построит, дайте человеку развернуть производство. У него забота появляется, он не вахтовик, он местный. Потому что за то, что свое, извините, да, человек будет стоять, стоять до конца. Вот это очень важно. Поэтому по коэффициенту застройки уже департамент НГДИ занимается пересмотром, допустим, в сторону увеличения коэффициента застройки. Мы над этим уже работаем. Для сельхозпроизводителей поставил задачу сделать вообще бесплатное, если это возможно, предоставление земельных участков, понимаете, без арендной платы. Потому что иначе не поддержать. Сельхозпроизводство это всегда такой процесс очень емкий, да, и непростой. А у нас есть опыт, у нас самое большое поголовье, да, Рогатовская, да, на Ямале. Комплекс. Да, порядка 500-200 наших, которые молоко дают. Надо поддержать. А мы с апреля того года не можем запустить строительство газопровода, понимаете. Мегаваттная стоит теплостанция, а запустить не можем, потому что газопровода нет. А на это у нас не нашлось денег в бюджете, понимаете. Вот эти моменты, мы сейчас над этими работаем. То, что важно, понимаете, и то, что срочно. Ну, вы уже говорили о некоторых кадровых перестановках, часть уже произошла. А вот есть такие управления, как по делам семьи и молодежи, по спорту. Планируется ли там? Или эти руководители как бы достаточно хорошо справляются? Все равно у вас было уже время познакомиться с их работой. И в дальнейшем там никаких перемен не стоит ждать. Конечно, я встретился и с руководителем управления спорта, с небогатим Мико Юрьевичем познакомился. Проехал практически все спортивные учреждения. Мы встречались отдельно с руководителями этих учреждений, говорили о проблемах, которые у нас есть. Также мы поговорили с Шевелевым, да, с Игорем Владимировичем. Прокатился практически по всем учреждениям, да, которые подвенятся молодежной политике. Вот, вы знаете, сейчас задача взять на должность заместителя, курирующего эти блоки. Вот, а потом уже, что называется, уже будем принимать решение. Вначале должен, то есть, добыть рядом руководитель, который будет курировать этот сектор. А там же время покажет. И в продолжение тогда спортивной темы. Учреждения у нас спортивные строятся, и горожане, конечно же, этому очень рады. И «Авангард», и «Зенит». Но, хватает ли у нас кадров? Да, тренеры есть, они работают с людьми. Насколько тренерский состав вкомплектован, коль вы уже с Небогатиковым опять-таки на эту тему общались. И следом еще один вопрос. У нас спортивные секции в большинстве своем, ну, теоретически они бесплатные. Понятно, что мы с вами все родители знаем, что экипировку купить, ну, смотря в комспорте, не такая еще проблема. Но выехать на соревнования для детей это очень важно, потому что на уровне города это одно, а когда это Россия, международный уровень, это несколько другое. У нас все ездят за свой счет. А вы, как представитель многодетного семейства, и таких у нас семей на Ямале достаточно, это достаточно накладно. Будет ли каким-то образом решаться эта проблема? У наших коллег в Губкинском она уже частично решена. Вы в эту тему как бы прониклись, уже знаете суть этой проблемы или пока еще? Да, я знаю об этом. Это действительно так. Спортсмен растет от соревнований к соревнованию. Это все говорят, да, то есть тренеры и профессионалы, которые свою жизнь посвятили спорту. Дополнительно нужно порядка трех миллионов на 16-й год, для того, чтобы мы могли наших деток отправлять на соревнования ямальские, я имею в виду, да, потому что потом уже регионально, УРФО и Россия, это уже не наши полномочия, это будет не целевое использование бюджетных средств. То есть есть и только не за счет спонсорских денег, напрямую. Что касается именно в Ямал, мы эти деньги дополнительно выделить сможем, я уверен, депутаты нас поддержат. Поэтому в 16-м году мы этот вопрос максимально закроем по выезду детей на соревнования. То есть получается все, что внутри округа, это полномочия администрации, а остальное это не прихоть городских властей, а исключительно, чтобы не идти на нарушения. Это уже полномочия субъекта. Все, что дальше, УРФО и уже Россия, это уже не мы. Тем не менее, вот именно все, что касается региональных, мы найдем возможность детей отправлять. Что касается первой части вопроса по тренерам, конечно, это не только дефицит тренерского состава, он присутствует, наверное, без исключения во всех муниципальных образованиях. Сегодня к спорту, благодаря нашему президенту, особое отношение идет. И Дмитрий Николаевич в стороне не стоит. Поэтому у нас и строятся такие спортивные объекты. И поддерживают. Хорошие. То есть благодаря той же компании «Газпром» не в активном участии. Потому что непростое время, да, нефть невысокая, но люди понимают, что спорт – это здоровый образ жизни, это здоровая нация, это будущее страны. С этого все начинается, да. Ведь в спорте важно даже не победы, да. Важны там ни первые места, ни вторые, ни третьи. Это, разумеется, да, присутствует. Ведь важно то, что из детей тренеры, взрослые, да, детям помогают выбрать тот правильный путь, который будет их потом по жизни вести, понимаете. Вот это же главное самое, да. То есть это же самодисциплина, это самоотдача. Без этого спортить делать нечего, понимаете. То есть, поэтому тренеры, конечно, это второй родитель, да, что называется, тренер. Если родители видят тренера и верят ему, и самое главное, если дети его любят, они к нему идут, да, то есть он для них авторитет. Если хотите, хорошо учиться в школе, да, если хотите, да, там, не брать в рот сигарету, да, то есть там быть образцом во всем. Поэтому тренер, конечно, это очень важно. Но мы тут что можем сделать? Мы, конечно, должны искать возможность зарплату повышать. Это непросто, сразу хочу сказать, да. И над этим нужно постоянно работать, искать какие-то способы, чтобы увеличить, дать возможность, там, путем, да, нагрузок дополнительных, путем дополнительных ставок, чтобы была привлекательная работа тренера у нас. Да, потому что сегодня на земле достаточно неплохие зарплаты платят тренеры. Многие просто надо быть конкурентоспособны здесь. Второй момент – это предоставление жилья. Мы над этим тоже работаем. Округ нас поддержит, квартиры нам, пусть не в таком объеме, как хотелось бы сразу, но нам передают. И мы здесь останавливаться не будем. Вот таким образом, что называется, ну и сам микроклимат, который в этих спортивных учреждениях. Понимаете, сегодня тот же «Авангард» говорит, Алексей Викторович, мы готовы работать даже ночью. И практика показала, да, новогодние каникулы востребованы, да, то есть у нас просто он раздувается, да, то есть «Авангард». Мы вместо 12 услуг, да, мы хотим предложить там 60 чем-то платных услуг, понимаете. Мы, экономика, оказались не готовы, понимаете, потому что мы это подрезали, а сейчас поставил задачу пересмотреть, понимаете. Потому что это, опять же, вопрос о дебетовом кризису. Готовы, понимаете, учреждения готовы работать, готовы оказывать услуг больше. Мы тут не должны спать, не должны, понимаете, руководствоваться циркулярами и, понимаете, абзацами из кодекса. Жизнь требует другого. Поэтому по спорту это вопрос. Кстати, хочу сказать, у нас оптимизация бюджета в этом году, да, но она не обошла и на сторону. Это абсолютно понятно, это принимаемо и на злобу дня объяснимо. Спорта мы не трогаем ни копейки, не оптимизируем. Мы оставляем, как есть. Алексей Викторович, вот если говорить о конкретных проблемах, с которыми обращаются люди и к вам, и к нам, в том числе, это уборка снега зимой, вывоз его. Жалуются, здесь виноваты управляющие компании или люди, может быть, все-таки, у людей большие требования? Да нет, у людей требования-то не завышенные. Я также хочу ходить по нормальному, чистому двору, да они подскальзываются, они падают. Ясно, есть один из аргументов, что невысокий тариф и те деньги, которые в содержании заложены, их недостаточно, чтобы снег вывозить. Но здесь нужно обращать внимание и на нерадивость, и нерасторонтанность как некоторых управляющих компаний, да, так и, ну и где-то мы должны ходить и подстегивать. Я знаю, что вопрос по уборке снега, он уже несколько лет актуальный для нашего города, поверьте, для всех на Ямале. Снег падает не только над Ноябрьском идет, да, он идет везде. Да, часто бывает, сами жители не могут вовремя убрать автомобиль свой, да, чтобы техника проехала. И у нас постоянно бывают случаи, когда техника, да, уборочная, цепляет автомобили, появляются скандалы. Знаете, это такой, конечно, вопрос такой риторический, да. Но сегодня, вы знаете, да, у нас, допустим, субботник, да, отозвались дополнительно 22 единицы техники компании. Люди за это им большое спасибо предоставили в интересах города и сегодня работают по вывозу снега. Потому что, ну вот, задача, мы знаем все места слабые, где у нас лужи образуются. Мы сейчас занимаемся, да, мы чистим ливневку. Это что касается содержания дорог и проездов, мы все это сделаем обязательно. Максимально сделаем, чтобы, ну, в весну войти не так, как часто бывает, да, по колено воде. По дворам также график составлен. Поверьте мне, каждый день с управляющей компанией отрабатываем, и они отчитываются, кто, где, в какое время снег вывез, либо сделать для того, чтобы вывезти полный объем. Еще одна проблема – это состояние дорог в городе, на промзоне. Мне кажется, если вы построите новую дорогу на промзону, это будет вам настоящий памятник. Вот люди, на самом деле, так говорят, в тех же социальных сетях, потому что эта проблема не лишается уже. Как ее построили изначально, дорогу на промзону, так ее только и латают. Как-то надо решать, мне кажется, это проблема. Большие деньги, понятно, но необходимо. Деньги большие, и там мы еще с проектом до конца, по-моему, даже не закончили работу. Там порядка 700 миллионов посчитано. Сейчас говорить о том, что мы эту дорогу сделаем, я, конечно, не буду. Но у нас на сегодня нет денег на то, чтобы весь город оснастить светофорами и тротуарами, что называется. Но то, что дорогой на промзоне будем заниматься, это мы обещаем. А сколько она стоит? Есть какая-то промзона? Ну, порядка 700 миллионов цифра такая есть, конечно. Она где-то пугает нас. С проектом уже с реализацией? Все вместе. Ну, строительство монтажной работы. То есть, вообще, все, что связано с дорогами, конечно, это очень дорого. И, как правило, у нас, у россиян, да и вызывают особые вопросы. То есть, там, дураки и дороги, извините. Но мы привыкли к такой фразе. И чувствуется разница иногда, да. Там едешь по тому же Хантамасийскому, да, в там округу по дорогам, да, заезжаешь к нам. Вопросы есть. Вопросы есть. По промзоне, то, что это кластер, да, производственный, и то, что люди там держат свой бизнес, да, конечно, нас толкает и обязывает к тому, чтобы заниматься этой дорогой. Ну, давайте слонась по кускам. Давайте разберемся, что у нас сейчас с бюджетом, оптимизируем. Ну, от темы дорог и ЖКХ хотелось бы перейти, наверное, к некоторым сооружениям в городе и к развлечениям, в том числе и магазинам, и покупкам, и всему прочему. Начнем, наверное, с того, что вы уже неоднократно говорили о том, что не хватает ноябрьских торгово-развлекательных центров. Каким-то образом уже есть наметки, опять-таки касались уже, что будете пересматривать бюджет. Частично бюджетное финансирование. Может быть, это будет стопроцентное финансирование предпринимателей, ну, бизнес-среды. Что-то будет в ближайшее время или все-таки придется в кризисное время подождать, потерпеть? Ну, занимаются. Доргово-развлекательный комплекс, кинотеатр. Я вас понял. Я понял, о чем мы говорим. То есть это такое семейного воскресного досуга, да, проведение. То есть купили, развлеклись, да, там, поели, вот, то есть провели время использований, да, и, так скажем, с удовольствием. У нас сегодня есть инвесторы, которые работают. Допустим, я пока не могу называть, но это будет не совсем корректно с моей стороны. Но у нас как раз при выезде на промзону, вы знаете, там, из сооружения недостроенные люди ее выкупили, занимаются. Сейчас проектировка сетей, которую нужно будет подвести, чтобы обеспечить те необходимые мощности, да, чтобы торгово-развлекательные центры функционировали. Работа не остановилась, работа идет. Более того, я разговаривал в Тюмени. Также ко мне подходили инвесторы потенциальные и говорят, нам было бы интересно зайти в Ноябрьск и поработать. Уверяю вас, есть. То есть наше участие в бюджете, да, в расторопности, опять же, моих коллег, формирование земельного участка, ресурсники предоставляют этих условий по подключению, да, к мощностям. Они это делают в заинтересованности, да, потому что это же потребитель, это продажа, понимаете, это спрос. Они делают свое предложение, да, то есть Ревченко, Роман Леонидович, мы в хорошем диалоге и с пониманием, то есть они готовы нас поддержать. То есть мы должны участок сформировать, да, быстро выставить на торги, там, через законные механизмы, все, а дальше обеспечить вопрос-ответ, понимаете, а когда приходит, ведь все начинается, инвестиции начинаются с земли, земля, понимаете, то есть ведь высший пилотаж, не бюджетные деньги вложить и построить тренажерный зал, а инвестора привлечь, чтобы он построил, да, человек на там деньги зарабатывал, рабочие места создал, а это самое главное, да, это говорят то, что в бизнес-школах, понимаете, то есть класс-то это не, это создание рабочих мест. Все, от этого дальше все пряшет. Человек сам прокормит себя, ему главное дать возможность, да, чтобы он себе работу создал. Поэтому по торгово-развлекательному центру, уверяюсь, это будет. Может быть, конечно, не в этом году, да, может быть, не в следующем, но интерес у людей есть, интерес огромный. У нас есть торговые центры, у нас, вы знаете, порядка 130%, то есть у нас превышение нормы по торговым площадям на 30% на сегодня, то, что по городу, но это несколько иной формат, который хотим мы с вами видеть, да, поэтому работа эта идет, я уверяюсь, это будет. Сегодня мы говорили с человеком о готовности строить бассейн, человек хочет сам построить, да, то есть посмотрим, будет это, не будет принято решение, потому что, опять же, да, жизнь носит свои коррективы, но в конце концов мы могли также бы субсидировать расходы, да, то есть там на тренеров, чтобы, да, оказывать сплатные услуги, а это бы дело бизнеса, это здорово, к этому нужно идти, понимаете. Бассейн очень нужен, и с широкими, и такими. Конечно, одна вода, одна вода на город, понимаете, ну что это такое, да, то есть в Ангапуровском строится, да, спасибо, Газпром нефти, и у нас в Ноябрьске одна вода на сегодня, ну и наш многострадальный Ямал, да. Вот и о нем как раз хотелось бы все-таки понять, судьба его предрешена? Будем достряивать, вы не как, реконструировать, да, как он нас там правильно называет. Да нет, так страшно сказали, так вот. На самом деле, долго говорили о том, что все-таки, может быть, его стоит убрать и построить новый, опять-таки, финансисты считали со своей стороны, сколько это будет затратно или нет, но и опять-таки все мы знаем, что ремонт был, ну, не очень давно произведен, да, и в силу обстоятельств сложилось, что вот пошла эта трещина, эта бассейная чаша, это все лопнуло. Ну, как бы не хотелось бы повторения ситуации, потому что действительно бассейнов и таких учреждений, как Ямал, в городе просто не хватает. Ну, и его коллега, это Ледовый дворец, хотя он достаточно раньше его судьба была закончена, с ним тоже вот хотелось бы узнать. На самом деле, место опасное, рядом школа, и уже долгие-долгие годы вот оно пустует в разрушенном состоянии. Как с этими двумя? Значит, что касается Ямала, самое неблагодарное – это критиковать, да, то есть там и в прошлом становится, да, бросать камни, поэтому мы не будем это делать. Решение было принято, да, принято, наверное, своевременно, да, то есть хотели, насколько я понимаю, расширить тот же зал концертный, да, там место 600, место сделать 800. И действительно удивительно, понимаете, что для нашего города, да, среднегодовая численность населения 108 тысяч, да, плюс еще вахтовики, да, плюс те, кто без регистрации, да, приживает какое-то время, находится у нас в городе, нет хорошего полноценного концертного зала, да. То, что касается бассейна в Ямале, 25 метров даже не выдерживается, там размеры нестандартные у нас, всего лишь 4 дорожки. Мы считали максимальная загрузка в час 28 человек, а спрос гораздо выше, гораздо выше. И даже этот бассейн нас не спасет, понимаете, и опять у нас получается, да, многофункциональный формат. И бассейн, и спортзал, и концертный зал, да, и вот это было очень правильно и грамотно в советское время, да, строили сразу, чтобы все было, потому что, ну, надо было строить, надо было разбуриваться, да, то есть нужно было повышать добычу, нужно было строить жилье. А такими темпами, как строили, да, наши отцы, надо нам еще учиться и учиться, да, и самое главное, качественно, да, быстро и качественно. Вот поэтому по Ямалу сейчас надо где-то, наверное, поставить на паузу. У нас заключен контракт с компанией, да, с одной, при этом у нас нет денег, ни копейки в бюджете, да, в этой строке на ремонт КСК Ямал. Поэтому надо, мы сейчас ведем диалог и с подрядчиком, да, то есть надо сделать паузу. Возможно пересмотреть правильность подхода к ремонту, а не к экспертизе, потому что, действительно, вы справедливо отметили, было обрушение перед перекрытием, да, то есть этот объект уже показал, что там было опасное, да, местопрепровождение, опасность существовала. Вот здесь мы сейчас должны очень внимательно все это пересмотреть. И, может быть, даже, понимаете, еще и поменять функционал Ямала. Опять же, мы говорим с предпринимателями. В апреле, в конце марта я еду в Новый Рингой, пригласил глава города Костагрис Иван Иванович на участие, да, в форуме, там, по экологии, по нефтегазодобыче, да, они ежегодно его проводят, понимаете. У нас нет такого места в городе, где провести такого формата и такого уровня, понимаете, мероприятия. У нас нет возможности провести те же выставки для технопарков, да. У нас нет возможности красиво, массово, да, поддать наш город для той же, так скажем, да, по линии медицины. Нету площадки такой, понимаете. И, может быть, Ямал-то и надо несколько отформатировать. И, причем, с руководством Ямала, я говорил, тоже поддерживать. Давайте, может быть, нам зал побольше сделать, может быть, второй зал добавить, да. Кстати, знаете, по концепции, пусть громко звучит, пусть меня где-то называют там небожителем, да, но, понимаете, доля авантюры должна присутствовать всегда. Понимаете, авантюризма должна быть. Надо чуть дальше смотреть. Театр, статичный город в России, должен быть театр, понимаете. Мы на сто тысяч. И, кстати, есть желающие, понимаете. А у нас нету возможности, нету места. Есть люди, которые хотят в этом театре работать. Вы понимаете? Даже есть главный режиссер, который мечтает об этом театре Надежды Соколова. Поэтому, может быть, нужно сделать очень интересный проект, который поддерживает правительство, да, и семь площадок детских технопарков, да, я забыл, как называются названия, то есть есть по стране, есть в Казани, есть в Ханты-Мансийске, на Ямале пока нет, понимаете. А может быть, как раз и вот детский технопарк, Квантория называется, по-моему, да, если я не ошибаюсь, Кванторий, у нас в Ноябрьске сделать. Вот к этому надо идти. А там девять направлений, в том числе космонавтика, понимаете. Мы говорим планетарий, так, может быть, в Ямале, да, это и делать, понимаете. Это нужно, детей надо толкать в науку, детей надо толкать к исследованию, к познанию, да, мира, причем в том числе, и вот пришел, попробовал, увидел. А бассейны пусть стоят туда-другой, самое главное, люди есть, вы понимаете. Человек говорит, я построю бассейн, может быть, шесть дорожек, да, и может быть, аквапарк там еще сделал небольшой, пусть строят, пусть строят, понимаете. Вот это задача. Почему я говорю фразу, где-то уже, может быть, набил оскомину, бюджет надо не осваивать, надо исполнять, понимаете. То есть, вот, искать возможности, чтобы людям было интересно, чтобы люди готовы были вложить свои деньги, это самое главное. А потом работать. Но это все-таки дальние перспективы, потому что кризис идет, или все-таки это можно уже сейчас делать, хотя бы частями? Ну, семена-то надо сейчас бросать, понимаете. Значит, по Ледовому, вы знаете, была заявка одна, да, почему, собственно говоря, и было решение принято продать, да, Ледовый в каком виде, в каком он уже есть. Но, которые не состоялись, провели новое, опять никто не выставился, но перед нами сегодня стоит задача, между тем, уход от второй смены до 25-го года, вы знаете, да, то есть задача поставлена президентом. Вот Дмитрий Николаевич недавно проводил совет глав, и этот вопрос там тоже обсуждался. Одно из решений – это строительство новых школ. Нам от этого все равно не уйти. Нам, понятно, нужно строить школу в восьмом микрорайоне, потому что, вы знаете, 12-13 школа просто забитая. Это при всем при том, что у нас еще порядка 1200 квартир в восьмом микрорайоне не заселены, не распределены. То есть нагрузка будет еще больше. И на месте как раз Ледового, возможно, как вариант, мы рассмотрели, мы направили свое предложение в округ строительства второго корпуса школы. Это будет безопасное здание уже? Мы уберем. А, то есть вообще? Конечно. Сносить и строить новое. То есть как вариант. Поэтому вот пока осторожно, но судьба Ледового старого, она тоже у меня на столе лежит. То есть этот вопрос. У нас совсем недавно открыли перинатальный центр. Побывала у нас в гостях заместитель министра здравоохранения. Она отмечала, что у нас очень современное оборудование, и мало у кого оно есть в России. Она также побывала в наших медицинских учреждениях. Как можно прокомментировать открытие перинатального центра, и какие все-таки сегодня остаются проблемы у медработников? Ну, как можно комментировать открытие перинатального центра? Ну, только восторжено, наверное, да? Что за счет субъекта, да, опять же, Дмитрий Николаевич Кобылкин, да, принял решение и сказал, надо строить перинатальный центр. Да, и строить его надо в Ноябрьске, чтобы закрыть потребность соседних городов. У нас, вы знаете, что сегодня уже Старкосале, в том числе, к нам привозят и детей, и рожениц, да. Это развитие инфраструктуры всевозможного нашего. Конечно, конечно, понимаете, то есть привозят. Поэтому перинатальный центр, он нужен, конечно, с первого дня. Это же вопрос не просто, да, рождения детей, да, это же вопрос сохранения, да, детей. Это же вопрос, там, патологий и планирования семьи. Поэтому это просто, ну, как сказать, ну, нет слов, понимаете, то есть вот то, что сделано нашим губернатором, да, и перинатальный центр, оборудование, поверьте мне, я видел, не только в России. Не только в России, это высший пилотаж просто, то, что есть у нас в перинатальном центре. То есть можно предположить, что у нас поедут мамочки и папочки, может быть, даже с Хмалу, с Еменской области сюда? Я не знаю, все может быть, понимаете, здесь же, опять же, вопрос, да, мы говорили вот с Жуковым, с Игорем Вячеславовичем, как часто рождаются дети в семьях? У кого-то один ребенок, у кого-то два, да, у кого-то три, кто-то больше. И хочется создать такие условия для этого, да, чтобы это вспоминали потом всю жизнь. Даже в этом плане, понимаете, чтобы это красивое здание, красивая палата, да, то есть там все безопасно на высшем уровне. Потому что это на всю жизнь, понимаете, это событие раз, два, три раза в жизни. То есть на пальцах можно пересчитать. И в том числе интересно именно в этом перинатальном центре, понимаете, в нашем перинатальном центре. Ну, все-таки о проблемах медработников хотел бы задать вопрос. Они есть, конечно. Да, то есть коликлиника, очереди, нехватка специалистов. Есть, есть. Мы об этом говорили также и с Татьяной Владимировной Яковлевой на эту тему. Она особый акцент делала на том, что все начинается с перевички, с профилактики. Она говорит, что ваш губернатор умница, да, что у вас шикарный перинатальный центр. Очень мощный, да, с огромным потенциалом спид-центр. Да, то есть вопрос по строительству онкологического учреждения, да. Она жизнь заставляет это делать, да. У нас по онкологии, вы знаете, у нас за 15-й год порядка 470 смертей. Из них 120 или 119 онкологии. 25 процентов. Каждый четвертый житель, умерший в том году, от онкологии. Почему? Потому что выявление на поздних стадиях, в том числе, третье, четвертое, когда уже, извините, но уже тяжело что-то делать и сложно, понимаете, человека, да, сохранить ему здоровье и жизнь. Выявление на первых стадиях. Поэтому и губернатор и говорит сегодня, понимаете, что да, озерное это очень здорово. Это очень, это замечательно, что у нас в городе есть такое учреждение, да, где люди имеют возможность получить процедуры для оздоровления, понимаете. Но какие процедуры? Ванны, грязевые, да, то есть процедуры, которые мы привозим к нам в город, душарко, массаж, это сегодня может оказывать бизнес. Бизнес, предприниматели, понимаете. И мы говорим предпринимателям, давайте вы это будете делать. Те деньги, которые заложены в нашем бюджете города, мы ни копейки не снимем. Мы их оставим, чтобы люди, ветераны, пожилые жители могли получать процедуру оздоровления, но за счет предоставления их предпринимателями. А озерный надо перепрофилировать, почему губернатор сказал, да, что уважаемые коллеги, чиновники, растормошитесь, смотрите вперед. У нас статистика говорит о том, что онкология растет по всему миру, по всему миру. Не потому, что у нас плохо, потому что, ну вот такая суровая правда жизни. И надо озерный перепрофилировать под онкологическое учреждение, чтобы люди могли в первую очередь не ехать в Тюмень, да, не ехать в Екатеринбург. У нас на месте получить эту услугу. А может быть тем, кто уже, извините, последние дни на земле проводит, и об этом тоже надо говорить, могли провести их, понимаете, в общении с природой. Видеть красоту, понимаете, а не просто, извините, из-за окна там покрашенную каменную стенку. Это тоже важно. И от этого нельзя отворачиваться. У меня на приеме была женщина в среду, у которой сын умер от рака, сгорел за два месяца. Понимаете? И я говорю, вот как, она говорит, я готова с вами ходить везде и говорить, что надо делать из-за зерного онкологического учреждения, понимаете. Поэтому, что касается медицинского персонала, конечно же, это вопрос по заработной плате. Конечно, он присутствует. Конечно же, вопрос по жилью. Но это не только для них. Это и педагоги, это и, так скажем, другие социальные сферы, понимаете, и коммунальные сферы. Поэтому, ну, я бы хотел сказать, очередь, да, у нас есть. Не всегда работает электронная очередь регистрации. Лично убеждался, через, да, электронную, через ГИС заходил сам, госуслуги, не работает. Об этом я говорил Жуку. Поэтому мы сейчас думаем над той процедурой, вернее, над форматом общения, там, я уже говорил об этом, там, совет главврачей, может быть, что-то и другое. Но мы будем периодически с ними встречаться и говорить о проблемах. В том числе выходить вместе с людьми и слушать то, что нам говорят и рассказывают врачи. Но, понимаете, все начинается с нас. Почему я часто говорю, что ты сделал для себя сам? Бросил ли ты курить, да? Не стал ли ты в пятницу посвящать, там, как мы говорим, пятница, день, там, чего-нибудь, кого-нибудь, да? Понимаете, хотя мы понимаем, сейчас у нас пост идет великий, да, и пятница – это вообще воздержание, да, от всего. Но, тем не менее, есть традиции, совершенно точно. Понимаете, пошел ли ты с семьей в спортзал? Понимаете, в Зенит приходишь, папа и мама сидят внизу, дети занимаются. Папа и мама должны пойти с детьми. Но это вопрос, а есть ли площади, да? А есть ли у людей деньги заплатить, понимаете? Свободный талончик, совершенно точно, понимаете? Поэтому особая, конечно, это профилактика. Профилактика выявления заболеваний на первых стадиях. Вот об этом говорила Якуля и частично критиковала и наших работников. Поэтому, вот, что касается здравоохранения, однозначно эту тему будем развивать. И, возможно, даже надо думать и привлекать в администрацию. Как думать? Мы уже об этом думаем. Искать в администрацию кого-то, принимать в виде эксперта, может быть, консультанта, может быть, советника, выходца из системы здравоохранения, причем профессионала. Кто бы мог, так скажем, в тандеме вместе с работниками здравоохранения, да, и администрация, вот, понимаете, правильно выбирать векторы для развития здравоохранения в нашем городе. А что касается преднательного центра, мне кажется, многие мамочки, мне кажется, они просто ждали, когда он откроется, чтобы там уже родить своего ребенка. Алексей Ильич, ну, мы уже знаем, что у вас четверо детей, вы многодетный отец. Вы не собираетесь, простите, такой личный вопрос, туда тоже жену со временем отправить, в этот преднательный центр, за пятым пройти? Ну, я как могу сказать, вещи сына мы никому не отдаем. То есть, так стрепетно, супруга складно, такие уже интимные вещи, да, рассказываю. Поэтому, я не знаю, может быть, понимаете, Бог дает, надо брать. То есть, это же самое большое и великое счастье, это дети. Предприниматели сегодня в Ноябрьске могут надеяться на поддержку власти? Они могут придумывать или вытаскивать из-под сукна старые какие-то свои проекты и приходить, и надеяться на их реализацию? Так эта работа и велась, понимаете, я не могу говорить, что плохо все было. Да нет, было нормально, было понятно. Просто, ну, где-то застоялись, возможно, да, где-то нужно встряхнуть, как вот эти, знаете, там, фигурки, да, стеклянные со снегом. Перевернуть, да, опять нужно. Нужно себя из зоны повышенного комфорта иногда, понимаете, передвигать. Понимаете, это важно делать. Это важно делать. Иногда некие мои коллеги об этом забывают, понимаете. Вот и все. Тут надо просто помочь. Импульс придать, понимаете, дополнительный, чтобы движение было. И тогда все будет правильно и все нормально. Понимаете, по предпринимателям надо, еще раз хочу повториться, мы сейчас это делаем, надо начать с того, что на сайте у нас нету четко сводного перечня муниципальных услуг, которые мы обязаны и можем делать по закону, понимаете. То есть исчерпывающий перечень. Вы его не найдете на сайте, понимаете. Самое главное, человек приходит на прием и говорит, я знаю, как вести бизнес, понимаете, этот. Помогите, помогите. Я же у вас не прошу деньги. Я не прошу, там, да, свозите меня, купите мне корову, да, или там разделочный какой-то цех, мы сами сделаем. Причем, понимаете, парадокс-то в том, что люди хотели сделать реконструкцию цеха. Расширится, а мы говорим, нельзя. Я знаю, как вы говорите, да. Вот это надо, понимаете, пересматривать позицию нашу. Поэтому я не хочу критиковать ни в коем случае, да. Ведь это, опять же, возвращаемся к вопросу ответственности, потому что за нами смотрит счетная палата, да. И зачастую справедливо, да, там нас отдергивают, поправляют. За нами смотрят депутаты, за нами смотрит прокуратура, если хотите. То есть те надзорные органы, которые должны в силу своих должностных обязанностей, то есть выполнять работу. То есть это тем более требует от нас очень грамотных, правильных шагов. Потому что мы только в правовом поле работаем. Но искать, понимаете, тропинку, не лазейку, тропинку, ее надо нащупывать, понимаете. А за это нести ответственность, брать ее на себя. Может быть, в связи с этим тогда назначить зама по бизнесу? Вот вчера был разговор. Очень глобальное такое направление. У нас на сегодня какая ситуация? У нас на сегодня есть заместитель по финансам и экономике. Хотя, понимаете, вы четко, понимаете, чувствуете, да, интуитивно, опять же. Финансы и экономика – это два разных блока. Это два разных блока, понимаете, да. То есть финансисты – это правильность, да, это наблюдение бюджетного процесса, без которого невозможно, да, выполнение тех или иных наших полномочий, которые предусмотрены 131-м законом, да. То есть экономика – это как раз статегическое мышление, да, то есть это работа с инвестиционными портфелями, это работа с предприятиями, с предпринимателями, с муниципальными учреждениями. Поэтому такую задачу поставил, мы сейчас будем и перераспределять полномочия. Вот недавно участок люди, да, взяли, земельный, в декабре. Я спрашивал предпринимателей, двух спросил, вы знали о том, что был аукцион? Они говорят, нет. Понимаете? Это не значит, что… Это проблема информированности? Информированности. Информированности. Я обещал предпринимателям, мы это сделаем, что не просто на сайте, да, где мы выставляем, да, мы будем, может быть, даже через мониторы благовеста. Может быть. Я не знаю пока. Будет это законно, незаконно? Но может быть, даже там, да. Там-то, там-то будет аукцион, участок в таком-то месте. Понимаете? Ну, конечно, конечно. Но не всегда, понимаете, получается. Получается. Ведь предприниматели, мы с вами можем сидеть сейчас, разговаривать, понимаете, а человек сидит, да, и думает, да, где купить подешевле, да, где продать, где что сделать, какую услугу, понимаете, как там заплатить за коммунальные платежи. То есть зачастую им даже обратиться, ведь они что говорят, предприниматели? Вы знаете, вы нам присылаете бумаги, да, и просите, чтобы мы как-то отреагировали, установить обратную связь, да, нам некогда работать с вашими бумагами. Это же бизнес, бизнес, да, время это деньги. Поэтому и мы-то и должны, об этом и говорим, что максимально, первое, с чего начинается любой проект, это анализ ситуации, а это сбор информации. Мы должны эту информацию, а мы ее и так собираем в виде отчетов, понимаете, но мы должны ее не только отправлять в округ, понимаете, мы ее должны выкладывать в информационном пространстве, чтобы могли люди видеть, тем самым сократить им время на поиск информации. Ноябрьск через пять лет. В нескольких словах можете охарактеризовать? На долгосрочную перспективу уже понятно, так немножко приоткрылись завесы, чего бы хотелось. А что уже вот конкретно, это, я думаю, не такая большая временная рамка. Через пять лет? Вопрос под дых. Через пять лет. Ноябрьск через пять лет – это те же люди, которые любят свой город, которые дорожат до репутации города. Это, я надеюсь, что это город, о котором потихонечку начнут говорить, да, что здесь комфортно развивать бизнес, да, это, если хотите, в том числе мы себе ставим задачу по развитию и сельского хозяйства в нашем городе, да. Хотя многие критикуют и говорят, циники, что на льдину, кукурузу не вырастешь, мы этим заниматься и не будем. Но развитие того же тепличного хозяйства, мы просто обязаны это делать, и мы можем это сделать. И Ноябрьск через пять лет, ну, наверное, более благоустроенный будет город. Мне бы очень хотелось, чтобы это было у нас. Город, о котором, ну, о котором и так говорят, понимаете, что город с особой статью на Ямале, Ноябрьске, он интереснее всех, на мой взгляд, спроектирован. Да, просто где-то, ну, где-то надо подкрасить, где-то надо умыть, где-то надо причесать. То есть, ну, поэтому это однозначно будет центром для городов южной агломерации, безусловно. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Пусть будет не пять лет, пусть будет попозже. Мы осилим, мы это дойдем. Путь осилит идущий. Но то, что вот вектор именно Муравленко, Губкинский, да, там, поселок Пурпе, поселок Ханемей, он однозначно должен быть направлен и будет направлен в сторону Ноябрьска. Спасибо, Алексей Викторович, за столь откровенные ответы на наши вопросы.